Интересная особенность у любых докладов по питону технологических, это то, что там либо можно говорить совсем не о том, либо очень коротко. Например, на Хабре некоторое время назад была статья, если кто помнит, о том, как устроены списки в питоне, и там, наверное, автор страниц 5 писал какого-то текста, писал, писал, и в конце последним комментарием было резюме о том, что в питоне списки это обычный вектор. И в принципе, я согласен, что большинство докладов о питоне, их можно выразить одним предложением. И вот поэтому я еще раз подумал, за это время, которое у меня высвободилось, поговорил с коллегами и решил, что, наверное, рассказывать одно предложение мне не стоит. И плюс ко всему коллеги мне задали очень интересный вопрос, это, собственно говоря, для чего мне это все, для чего это вообще все нужно. И вот поначалу я, значит, не смог найти какого-то адекватного ответа, ну, не знаю, по той или иной причине. Пришел домой, и, значит, ко мне пришла в голову гениальная идея, гениальная мысль осенила. Это потому, что все из-за оптимизации. Вот когда мы начинаем говорить про оптимизацию, то первое, наверное, о чем стоит подумать, это оптимизация производительности самих питон-программистов. И когда мы об этом говорим, ряд, во всяком случае, доводов за приходит из области вот этой, как это их удокат называть, you are going to need it. То есть из-за того, что нам не нужно заботиться о тех регионах памяти, в которых мы выделяем объекты, нам не нужно заботиться о освобождении памяти. Нам большинству, наверное, питон-программистов вообще не нужно знать о какой-нибудь calling convention в этом питоне. Это с одной стороны. С другой стороны, вот интересное мнение по этому поводу было у деятеля Саймона Джонса. В своих лекциях он, ну, он не про питон, он про Haskell, но в одной из своих лекций он, значит, показал такой слайдик, где была большая-большая стрелочка, закрашенная градиентом. Вначале было написано no types, посередине там было написано Haskell, и в конце было написано Kock. И вот он сказал такую фразу, что this stress power of usability, right, you need a PhD here. То есть это как бы обратная такая проблема языков высокого уровня. То есть, с одной стороны, мы не должны заботиться, но с какого-то этапа вот эти слишком навороченные абстракции могут нам мешать. Еще что можно сказать об оптимизации, это уже вот в плане оптимизации программного обеспечения. Вот лично для себя я обычно делю на три части, в разных источниках по-разному. Но, в общем, я так считаю, что первый где-то самый высокоуровневый – это оптимизация на уровне архитектуры, потом просто высокоуровневая оптимизация и низкоуровневая оптимизация. И одна интересная особенность у вот этих типов оптимизации заключается в том, что чем на более высоком уровне мы пытаемся оптимизировать, тем лучший результат мы с этого получаем. Ну, во всяком случае, в каком-то общем случае. С одной стороны, с другой стороны, чем на более высоком уровне мы пытаемся какие-то оптимизации производить, тем раньше нам это нужно сделать. То есть понятно, что в конце проекта переделывать архитектуру никто не сможет. Это как бы нас подводит к тому, для чего вообще может потребоваться низкоуровневая оптимизация, о которой я, собственно, буду и говорить сегодня. И вот с этой низкоуровневой оптимизацией в питоне есть, короче, серьезные проблемы. И первая эта проблема, ну вот ее в частности идентифицировал вот этот Кевин Мадзилевский. Это один из авторов Пистона. Ну, так или иначе, одна из проблем это то, что питон уже настолько оптимизирован, что там, в общем-то, делать еще что-то, по сути, бесполезно. Да, и вот максимум, вот что он, как утверждает, можно получить, это порядка 10% рантайма, ну, в силу того, что там наиболее частые операции, там типа взятие атрибутов с диктов, они уже настолько прогреты, настолько оптимизированы, что добавление любой там строчки просто приведет к деградации уже кода. Следующая проблема – это проблема выведения типов. И почему это проблема? Потому что, в общем случае, когда говорят о программе на питон, сказать, произвести какой-то тактный инференс уже практически становится невозможным, потому что, опять, как вот этот деятель, значит, приводил пример, это форматирование шаблонов, вставка из джанго сеттингов, значит, значение в шаблонах, да, там мы получаем get-attribute с сеттингового джанго, там понятно, что имя у нас будет unicode, но возвращаемый результат – это какой-то лэзи-объект, у которого тип, в общем-то, неизвестен. И поэтому для того, чтобы добиться вот таких результатов 25%, конкретно у Piston, им пришлось пойти на очень хитрые вещи в плане рантайма и оптимизации, то есть они выделили отдельную подсистему TracingG, которая фактически следит не за конкретной функцией и пытается ее оптимизировать, а просматривает все окружение вокруг этой системы, все окружение приложений и пытается понять, меняются ли типы, не меняются ли типы, и в зависимости от этого происходит джет-оптимизация, плюс ко всему им приходится каждый случай фактически аннотировать дополнительно, то есть они, грубо говоря, встречают какой-то знакомый кусочек кода в Python-программе, и у них для этого есть прошитая жесткая логика, которая говорит, что если мы его встретили, значит, мы будем оптимизировать вот таким образом. Ну вот, в общем, на текущий момент 25%, но тут вот интересный график, это вот с его презентацией было взято, здесь вот три линии нарисованы, значит, на тему тоже взятия атрибутов там по простым количеству типов увеличивается, здесь, значит, время. И вот это вот синенькое, синенькое это C-Python, красненькое это Piston, который они делают, и PyPy это тоже типа JIT-компилятор для Python. И тут вот интересная особенность, потому что PyPy вначале очень быстрый, а в конце становится 38 раз медленнее, да, с учетом JIT-компиляции. Но это на тему того, что можно получить, пытаясь оптимизировать Python-код. И еще вот одну проблему, которую для меня, которую, так скажем, я идентифицирую для себя, это вот на примере вот этой небольшой программки, если кому не видно, я сейчас прочитаю, значит, в верхнем списке мы берем сочетание с перестановками, там, 3 в десятой степени, значит, большой список маленьких слов, и вот у нас есть три функции, которые делают логически одну и ту же вещь, они этот большой список маленьких слов превращают в большой список, но уже слов с заглавной буквой. И вот я хотел у вас узнать, кто по этому поводу есть какие-то соображения вот по этим трем функциям в плане производительности. Вот здесь у нас, я прочту, здесь у нас BAS, он, значит, просто LISCOMprehension, берет каждое слово и их вверх подводит. Здесь у нас BAR, это просто FORE, LST, RES, UPPEN, и тоже каждое слово вверх. Здесь мы через MAP делаем, да, там строка UPPER и передаем каждый элемент. Хорошо, вторая какая? Вторая самая медленная, а третья? Ну, третья посередине, а почему вот это интереснее? Ну, в общем, ответ, да, действительно правильный, то, что фу, будет самое быстрое, это будет вот где-то посерединке, вот это будет, это будет самое медленное, но опять, как бы, говоря, самым медленно, а синтетически у них сложность будет одинаковой, да, понятно, потому что они логически идентичны, но вот проблема, которую я здесь вижу, это в том, что они логически, несмотря на то, что они логически эквивалентны, различаются по скорости, они к тому же еще семантически различны, да, то есть ни одна из этих записей нам не говорит совершенно ничего о производительности, да, ну вот в данном случае мы, то есть резюмируя, получаем, сколько, раз, два, три, четыре, четыре строчки на питоне, в данном случае мы получаем сто строчек, одну строчку на питоне и 99 на British English. Какие-то возражения на английском, да, ну потому что, чтобы семантически выделить вот эту конструкцию, от вот этой конструкции сказав, что вот мы вот здесь действительно что-то оптимизируем, да, нам приходится, пришлось бы написать, да, какой-то здоровый комментарий. Вообще вот эта задачка, на самом деле, это не счет, я там придумал, я ее взял из стандартной документации, поэтому, как бы, по идее, да, там можно было взять вот эту, там, ну, не то что большую, но такую увеситую статью и там ее сверху вставить или там вставить какую-то ссылку. Ну, так или иначе, и почему это важно, да, вот почему комментарии написать необходимо будет для того, чтобы семантически уточнить эту конструкцию, да, потому что языки программирования сами по себе, помимо того, что решают задачу, чтобы генерировать код для машины, они еще также, на мой взгляд, во всяком случае, решают задачу коммуникации между разработчиками, да, это как бы тоже важный момент. И вот с этим у питона очевидны и есть проблемы. А вот это вот, собственно говоря, о том, о чем я собирался вначале говорить, это какие инструментарии вообще существуют, ну, прежде чем логично переходить к написанию модулей на растинг, наверное, стоило бы посмотреть на какие-то существующие инструменты, да, я здесь выбрал там три наиболее популярных, там, на самом деле, их можно, наверное, походу я их упомяну, не знаю, как получится, но так или иначе, вот из всех вот этих трех, вот первое, отличается, наверное, кардинальным образом, несмотря на то, что у нее там есть возможность как называемого хеда в тайм-компиляции, там, тем не менее, она не столько про модули, а сколько про ускорение, да, и вот здесь тоже, вот этот примерчик, вот этот алгоритм, он будет, значит, идти вот, начиная отсюда и до самого конца, и он делает, да, что он делает? Он от нуля до тысячи складывает два числа, переданных в аргументе, и добавляет его в аккумулятор и возвращает, да, ну, то есть, по-другому это не, то есть, вот этот пример я, как бы, выбрал специально, чтобы показать какие-то H-Case в дальнейшем, и, и поэтому это надо, как бы, учитывать не из-за того, что я не умею умножать, да, то есть, фактически, вот эта штука, она что делает? Прибавляет A и B, умножает на тысячу, да, ну, только записано вот в таком виде, специально, да, и, и, и вот, если мы просто возьмем обычный питон и запустим вот такой цикл, то мы примерно получим вот такую балалайку, балалайка будет делать буквально то, что мы от нее просим, она возьмет там переменную, ну, можно даже посмотреть, да, она настроит там цикл, там, в принципе, даже по трахасе питона не нужно знать, чтобы понимать примерно, что там происходит, да, загружает какие-то переменные, там, их бинарно складывает, там, на стек там подняла, сохранила на стеке, увеличила, и, и вот так вот она тысячу раз, значит, будет делать. Это что, что касается обычного питона, а про ануба, это такая, такая интересная библиотечка, несмотря на то, что она там, на самом деле, может несколько больше делать, чем просто LLVM-компиляция, там, она может в Куду сделать, опять-таки, вот это head-of-time компиляция, но здесь я буду говорить именно о том, о нумбе, как о штуке, которая позволяет подлее LLVM генерировать, да, и вот она, по сути, предоставляет только один декоратор, ну, тот, который, от которого будет хоть какая-то польза, да, в этом декораторе мы описываем, ну, опять возвращаясь к теме, почему динамической, как можно попытаться оптимизировать питон, с динамической типизацией, это прописать ему конкретные типы, и там сказать, что убери, пожалуйста, рантайм, убери, пожалуйста, GIL, да, и в результате мы с этого можем получить вот уже такой машинный код, да, вот о том, о чем я говорил, мы передаем тот же самый алгоритм, но в итоге получаем, в итоге получаем то, что и ожидали, сложили два числа, умножили на 1000, ну, и, соответственно, прирост производительности, да, мы вот в этом, вот в этом случае, да, получаем, там, условно сейчас можем прикинуть, у нас, значит, сколько здесь, допустим, 10 операций для C-Petone, да, там, плюс еще, там, 4, плюс 4 операции, умноженные на 999, да, в каждой, внутри, в обработке, там, порядка 10, там, в среднем будет C-Petone call, и в каждом C-Petone call, или там, в результате, получится у нас порядка сотни, там, сгенерированных машинных инструкций, то есть, можно говорить о том, что производительность вот этих двух функций, в результате просто добавления одного декората, у нас, можно сравнить, как два против, там, порядка 6 тысяч, да, то есть, результат, интересный, но, правда, нужно, как я уже оговорился, учитывать то, что это я специально подбирал, и в общем случае, таких результатов, наверное, не нужно ожидать. еще один момент, это вот, кому интересно, как можно получить вот этот дамп с LLVM, используя Numbu, но вот, на момент, на который здесь стоит обратить внимание, это вот этот нолик, и вот этот нолик, он здесь не просто так, а потому что, вот в этом декораторе мы написали N32, да, а фактически, Python, это динамический, динамический типизации, и, как бы, гарантировать то, что у нас N3 сюда придут, мы не можем, и в результате у нас, скорее всего, ну, во-первых, Numbu нам позволяет несколько сигнатур описать, и, во-вторых, это очевидным образом, у нас сначала будет некий раппер, сгенерирован на обычной миссии Python API, который получит вот эти, значит, наши два объекта, покрутит, посмотрит, какие типы, посмотрит, есть ли в кэше уже предкомпилированный LLVM-код, и в зависимости от входных типов попытается вызвать его, а если он его не найдет, то за холбатчество значит на обычный Python. То есть, опять здесь нужно, наверное, сделать дополнительный акцент вот на тему вот этого дополнительного в раппера, то есть, если мы даже написали наш декоратор Numbu на свои функции, это еще совершенно не означает того, что мы получим хоть какой-то положительный результат, в частности, чтобы здесь могло произойти, могли бы взять и вот эту вытащить в отдельную функцию, и у нас вот этот код перестал бы компилироваться. Почему? Потому что мы сказали MUNO Python, и вот из-за этого мы получили две машинные инструкции. Если мы уберем No Python, у нас получится трастня из C Python API-кода, который тоже нужно будет крутить вот эти динамические типизации, понимать, какие фактически у нас объекты есть. Это номер раз, номер два нам придется вот эту заэкстеркшенную функцию тоже обрамлять дополнительно какими-то декораторами. И когда мы говорим о том, что мы сейчас возьмем Noombo и все быстро заоптимизируем, надо вот эти, понятное дело, моменты учитывать. Да, ну там примерно 77 C Python API это вот для рапера получается. И вообще, кому просто интересна тема LLVM и в частности, допустим, программирование автоматизации LLVM, кто там не считает свой common list сделать для того, чтобы он компилировался в машинный пот на ютюбе по ключевым словам Language, Python, LLVM, там серия небольшая от чувака с неизвестным именем, но он, в общем, типа не особо там загоняется по теории вычислений, теории компиляции, да, он просто рассказывает вот возьмите эту функцию, возьмите эту, вот у вас получился машинный код. Ну это и кому интересно, так про между прочим. Так, а теперь, собственно говоря, переходим к модулям Python, и вот, если кто обратил внимание, там у меня назывался доклад Extending Python with Rust, это вообще калька как бы с официального документа, который назывался Extending Python with C и это сделано не просто так, потому что в этой доке они как бы приводили пример простейшего Python модуля на C. Ну в общем, они там привели, на самом деле, я немного его даже обрезал, вот эти вот раз, три, четыре, четыре строчки, это действительно минимальный модуль Python на C. Но, правда, в дальнейшем, если нам потребуется что-то, добавить, какую-то логику, нам придется объявить там PyMethod, если мы хотим объекты, нам придется сюда к модулю добавлять объекты, если нам нужна какая-то наша оптимизированная функция, мы ее, обратите внимание, мы ее можем в кавычках оптимизировать в том смысле, то что нам в отличие от других инструментов, мы точно ожидаем, какие-то нам параменты приходят, мы точно знаем, как на них нам надо реагировать и можем таким образом с оптимизировать примерно вот в такой код. можно просто считать на самом деле по количеству API-колов здесь раз-два-три и там по количеству строчек 10 условий не знаю, сколько их здесь, но так или иначе. Но с этим есть одна проблема, во всяком случае у меня была проблема, когда ты читаешь эту доку по написанию питомцы модулей, доходишь до самого конца, у тебя врать даже модуль, у меня модуль даже как бы работает, но у меня всегда оставалось внутри какое-то такое чувство, что я типа не понимаю, как это работает вообще все. И вот в тот момент, когда я столкнулся с разным, я, кажется, понял, почему я не понимаю, как это все работает. Если посмотреть на эту функцию, каким образом питомц понимает, что вот эту балалайку нужно выполнить, в принципе, непонятно. Но вот во всяком случае не было. И вот я предлагаю пройти небольшой путь, который я прошел, для того, чтобы понять, собственно говоря, что питомц с этими модулями расширения делают. И начать можно вот с этой инструкции import sample, самый простой, которая у нас преобразуется вот в эти две CPT-онные инструкции. Import, это непосредственно команда будет импортировать из surface, это просто мы на стек положим значение, чтобы где-то сохранить заимпортированный модуль. Внутри же это конкретно VLC, это будет примерно вот такой код. Здесь основные моменты, на которые нужно смотреть, это то, что мы возьмем build-ins, получим с них вот эту функцию dash dash import и ее вызовем так или иначе. Ну и здесь мы просто параметры, которые мы передавали в инструкцию свою, рассчитываем. А вот дальше начинается самое интересное. Там поначалу я вообще в презентации как бы весь этот код пытался вставлять и основные какие-то функции колы, чтобы можно было пройти и объяснить, что собственно говорит, делать. Но там слишком много кода. В общем в нескольких предложениях можно описать эту систему импортов как во-первых получение локов, получение родительских модулей либо систем модулы, от них вычисление путей нахождения файлика. Если файлик еще не загружен, то тогда понимание какого типа этот файлик, если у нас питомный интерпретатор к тому же еще собран с определенными флажками типа поддержки динамических модулей, тогда мы уже начинаем загружать этот модуль и вот здесь вот это пример непосредственного самого-самого конца, но вот этот пример для линукса страны и фрибисд, там для других систем это штука машинозависимая и будет там другая, условно там для виндуса она там чуть побольше, вот это я выбрал именно из того, что она очень маленькая и дает наглядно показать собственно каким образом это все работает, а работает это все вот таким простым образом. То есть мы взяли динамическую библиотеку, посмотрели название нашего модуля, там сформировали название имидсэмпл и вот вот эту функцию вот эта функция будет считаться входной точкой для сипетон модулей. там еще интересная особенность такая, что вот эти сипеда точнее модули расширения они их невозможно перезагрузить, но это так просто про между прочим да, то есть если кто знаком с питаниящей функцией релот, который позволяет перезагрузить модуль, то для модулей расширения перезагрузки не получится, потому что там тоже есть глобальные перемены типа extensions, которая по весьма непонятным причинам не дает этого сделать. видимо, ну, почему она не дает его сделать, да, потому что вот этот стандартный колн, он не позволяет перезагружать эти модули, а просто увеличивает у них счетчик ссылок сколько он раз используется, видимо, с этим как-то связан, с другой стороны они могли в принципе забить вот на дел день динли-пэйч вот эту API и использовать это напрямую и загружать модули по несколько раз и выгружать их. в общем, так или иначе, не знаю, Гвиду Ван Росом решил, что это не нужно. Следующий претендент это сайтом, я его цитон буду называть, значит, здесь фактически то же самое, у нас та же самая функция, но вот этот код, это я не просто продублировал код с предыдущего слайда, а это я написал, собственно, говоря, код на цитоне, то есть он один в один такой же как на питоне, но проблемы с этим возникают следующие, то что если мы посмотрим объем кода, я даже лестинге, наверное, там не помню привожу или не привожу, но объем кода у нас 1906 строк, и скорее всего он будет, вот это две строчки, их там 1906, разобраться вот в этой каше, ну, при желании можно, я смог его отформатировать и более-менее становится понятно, но в общем случае разбираться в этом коде проблематично. И какой здесь еще один недочет при попытке писать модули расширения на цитоне, соптимизировать код, получить как на C-модуле мы получили вот такую штуку, сколько у нас здесь, 10 строчек было, здесь у нас получилось 1900 строчек. Ну, как бы не надо быть гением, чтобы понимать, что так или иначе это будет какой-то performance hit. Он будет, конечно, небольшой, потому что они будут в цикле, точнее, вот здесь они будут в цикле выполняться, поэтому и будет большой performance hit. Но в общем случае как бы performance hit будет небольшой, но разобраться и оттюнить, открыв просто сгенерировав все файлы, его отредактировать уже на вряд ли получится и вряд ли это стоит делать. Вторая тема, которая может прийти в голову, это вообще как бы цитон, он не сколько для того, чтобы модули писать, а сколько для того, чтобы делать раперы над существующими библиотеками и может прийти такая мысль, что взять значит написать просто все функцию, которая у нас будет крайне быстрая. И парой строчек ее обернуть и сгенерировать то же самое. Но к сожалению, там во-первых получится то же самое, а во-вторых получится уже больше. Но производительность правда немного увеличится по сравнению с предыдущим слайдом, но именно за счет того, что не нужно ворочить динамическими типами. ну и собственно говоря, после того, как вот это упражнение проделать, становится понятно, при чем здесь раз, и каким образом это делать. Для того, чтобы нарастить модуль, запедалить, всего лишь нужно объявить функцию, и таким образом, чтобы она не мангнулась и чтобы она была экспортируемая, нужно описать соответственно type def, который мы там описывали подобным образом. и это особенность раса, дело в том, что он по умолчанию своей структуры пытается хранить оптимальным образом, в частности, допустим, если у нас, ну и выравнивая ее, в зависимости от очередности полей, он может по-разному сформировать фактически бинарных структур, ну в смысле не бинарных структур, а его представление в бинарном виде, да, поэтому там можно задекорировать его как репарси, там, и так, это просто тип, там, не особо интересно, и собственно говоря, вот как все мы объявили этот type месяц, точно так же объявить в раз, и единственное, что придется все вот эти CPI колы, тоже такой недостаток вот в этом во всяком случае методе, то, что все вот эти CPI колы, все вот эти типы, которых в CPI вообще достаточно много, и пару слов, почему их так много, потому что вот эти CPI, обычно, когда, короче, люди для своей поделки делают какие-то API управления, то у них есть, значит, код при своего приложении и отдельно есть слой интеграции, вот в CPI все совсем по-другому, CPI написан на CPI, и вот то, на чем он написан, оно не то, чтобы экспортировать снаружи, его просто никто не прячет, и поэтому, когда мы модули пишем на CPI, мы фактически делаем именно модули расширения, не просто плагин, потому что используем тот же самую инфраструктуру, ну и как сайдэффект от этого, если начинаешь писать что-то серьезное, вот такой балалайки, нам придется накатать много страшного, но зато в результате мы получим вот такую красивую функцию, которая тоже сэмблируется вот в эти две машины инструкции, я наверное здесь не буду, не приводил, примерно придется на сколько поверить, там тоже будут две машины инструкции, а те, кто фанаты функционального программируемого типа Антона, они могут вот такую фигню написать, и она тоже, ну вот это вот я не уверен о Zero Cost или не Zero Cost, бесконечный итератор, все остальное оно заинлайнится и тоже выйдет как две инструкции машины, а нет, я привел пример, вот что нам даст раз, ну то есть мало, тоже те же самые, те же самые тролля, те же самые две инструкции, ну и минусы, да еще раз обобщив вот у такого метода использования расы, это то, что нам питон, сипитонов вообще две версии, типа третьей и типа 27, и вот это подойдет только для 27, захотим для третьей, нужно будет перепедаливать, да там, если мы хотим все функции, все строки использовать у себя в программе, то с этим тоже могут возникнуть некоторые проблемы, потому что, потому что в росте строки хранятся по-другому, чем в 7, да они там минус терминальные, там идет в битовом отображении сначала размер строки и потом уже сами символы пошли, поэтому нужно какая-то инфраструктура преобразования си строк в раз строки, и еще один момент, он не соль грамматичный, но у него нужно обращать внимание, в особенности, если речь идет не про динамические модули, не про динамические загружаемые модули, да, как известно, там все сипитон позволяет статически загружать модули, там просто мы кладем файлик, значит, в директорию слэш модул, скомпилируем свой питон интерпретатор, и у нас наши модули расширения становятся как бы встроенным, его загружать не нужно, но вот в этом случае может возникнуть такая проблема, то что RAST использует gmalloc, а сипитон использует malloc, ну, в принципе, у RAST сейчас выделено ли-ли-болок, который можно заменить внутри использования gmalloc на системе malloc, ну, просто на обычный системный malloc. И тем, кому вот напрягает вот эту педаль и описывать cpiton API в интернетах, есть вот такой замечательный проект, который все это сделал для нас и поддерживает 2,7 питон и 3,3,5. Ну, и код получается у нас примерно таким красивым. Ну, вот здесь единственное, а слайс так писать нельзя, потому что, ну, если писать так можно, но считается как бы неприлично, но я, тем не менее, так сделал и не стыжусь. Так, и вот здесь кому хочется посмотреть код, это значит репозитория на гитхабе с этой презентацией с примерами кода и, в общем-то, у меня на этом все. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры подогнал «Симон»